Привет дорогие друзья, снова с вами Замберус. Ну что, эта ночь подарила прям пачку новостей, посвященных первому сезону Call of Duty Black Ops Cold War. И я сильно устал от этого дурацкого названия. Надеюсь, что вы со мной солидарны. Там инфа и про карты, и про киллстриги, ой, там всего много, что не знаю, как я буду делать контент после 10 числа, потому что там и новые стволы в МВ 19 года, новая карта в МВ 19 года, новые карты в Cold War, новая карта в Warzone. Когда все успеть? Я не представляю. Ну и прежде чем мы начнем легенький разгон, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, сделайте репост. Если у вас есть друзья, интересующиеся колдой, Warzone или Cold War или МВ 19 года, ну и проверяйте свою подписку, потому что YouTube может пошаливать и вас отписывать. И насчет прошлого ролика. Чуваки, конечно, спасибо за такое количество комментариев. Разнообразное мнение, дискуссия, это очень круто. Сразу скажу, что да, формат немножко сыроват. Да, много эмоциональных каких-то высказываний. Но на самом деле я это в себе держал долгих 4 года, потому что, знаете, уже надоело. То у нас Battlefield 5 на релизе, самая качественная игра из всей серии Battlefield. Привет, СтопГейм. То у нас типа ваншот снайперки и прокачки в колде это рак. И ты такой, чего? Ну и давайте про карты. Три для мультиплеера, одна для Warzone и четыре карты для Gunfighter 2 на 2, которые добавят как раз таки в первом сезоне. В общем, одна из первых карт это будет вариация Нюктауна, переделанная под новогодние праздники. Это старая традиция Cloud Duty. Все помнят Winter Crash. Все помнят зимний карантейн. Это классика. То есть к Новому году, к Американскому Рождеству добавляют одну новогоднюю карту. Обычно ее делают из какой-нибудь всеми любимой. В Modern Warfare это Crash. В ВВ2 это был Карантейн, который нифига не веселый, неинтересный. Там одни кемперы. Ну и вот у Троярч это Нюктаун. И самое забавное, что он будет ночной, а значит все темные скины, которые добавятся в первом сезоне, будут идеально сливаться с этой картой. Если на засвеченном Нюктауне дневном, который сейчас доступен в игре, мы получаем сливающихся светлых персонажей, то сейчас будут темненькие. Вот посмотрите на этого красавца. Но он же идеально подходит для того, чтобы слиться вот с этой стеной. Троярч молодцы, продолжают, продолжают дело Infinity Ward по уничтожению видимости в этой игре. Вторая карта, карта Мол. Пока непонятно, что она из себя будет представлять. Сразу видно, что это такая типа отсылочка на назад в будущее. Жду синий фургончик ливийцев. Конечно же, странный супер грузовичок Дока Эммита Брауна. И какую-нибудь пасхалку с исчезающей машиной. Было бы вообще. Я думаю, что стоит это ожидать у Троярч на этой карте. Кстати, одна небольшая фишечка. Данная карта должна была появиться еще на релизе Батлфилда 5. Я это говорю просто по привычке. Короче, она должна была появиться на релизе Блэкоп Сколд Вор. Но из-за того, что не допил Activision, торопили Троярч, эта карта не смогла попасть в пол стартовых. Третью карту, которую представит Троярч, это ремейк рейда. И который не Shadow of Legends, а того самого рейда из Блэкопса 2. Как же я обожаю эту карту. Она предлагает вам огромный простор для стиля игры. Вы можете кемперить с ножом в каком-нибудь сейфе. Вы можете снайперить площадь с фонтаном. Или бассейн кемперить со снайперской винтовкой. Или же как угорелый бегать с новыми ППХами и просто уничтожать весь сервер. Потому что достаточно фланговых обходов, которые обычно приводят в спину к 3-4 снайперам. Ох. А на Ground War эта карта бы игралась еще бы лучше. К сожалению, пока не ясно, что будет с картами для режима общего войскового боя. То есть, ну, Ground War стандартный. Также нам представили несколько карт для режима Gunfight. Их будет 4. Что можно сразу выделить? Смешное телешоу Mason, что значит эти цифры. Библиотеку имени Ленина. И, конечно, Gunfight'ом будет кусочек от карты Launch. Знаменитая карта с улетающей ракетой. Интересно, а полноценный лаунч у нас вновь вернется в Black Ops Cold War? Или все же хватит нам ремейков, дайте нам что-то новое? Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну и главное, официально подтвердили. Rebirth Island, он же Остров Возрождения. Алькатрас. Ремастер. Варзоне. Все, вот. Срочно, Замберус, беги. Договаривайся с Пекой из Absurd Drive, чтобы постримить эту классную карту. Потому что она супер мясная. Да, правда, 40 человек. Но если там запустить больше 40, я даже не представляю, что там будет. В общем, жду релиз Алькатраса, ремастера. Посмотрим, как это будет играться в механиках не Black Ops, а именно Warzone. Я думаю, будет еще быстрее, еще жестче, чем в Black Ops. Ну и новый киллстрик у нас появится. Это огнемет Firebreaker. Ну что можно сказать. Задницу он будет поджигать не только в игре, но и на вашем стуле. Потому что огнемет у Триарч, это, наверное, самое злое, что есть. Особенно в последнем их творении под названием Black Ops 4. Там Firebreak просто дико бесил своим огнеметом. А судя по тому, какая у нас вармашина переапнутая, я боюсь, что нас ждет дикий переап, огнемет. И это будет самый популярный киллстрик в этой игре. У нас, кстати, новый ствол. Помимо Дау-12, который засветили на самой роудмапе, и, скорее всего, этот ствол появится в середине сезона. Помимо Грозы, у нас появится МАК-11. Оооо, как я любил этого маленького ублюдка в первом Black Ops. Да, не самый крутой ствол. И боюсь, что он здесь таким же станет. Не суперкрутым, не супердамажным. Но он будет дико скорострельным. Чтобы вы понимали некую аналогию, если вы, там, играете в Modern Warfare 19-го года, это будет аналогом Криса Вектора. Только более нестабильный, скорее всего. Посмотрим, как он будет играться. Ну, уже хочется открыть, попробовать. Потому что хочется устроить какой-нибудь Тираттера Вейв. Гонконгский боевик. А если завезут еще возможность Акимба на МАК-11... Оооо, просто это будет лучший ствол в этой игре. Ну и теперь давайте пробежимся по скинам. Показали одни из первых наборов. То у нас будет калаш с ядерной ракетой. То у нас будет Ксюха игрушечная. На которую нажимаешь, и она будет пиу-пиу-пиу. Как-то так, наверное, издавать. Ретро-Вейв Т-72. Мечта детства. Спасибо, Трегерч. Ну и, конечно же, аниме. Если Infinity Ward еще терпели. Третьего-четвертого сезона. И там периодически вбрасывали нам аниме скины. Ну, типа, делали виду. Боже мой, самая реалистичная и серьезная игра. И тут, бац, там, аниме-эмка. Ну, типа, случайно выпало. Не парьтесь, не обращайте внимания. А потом куча женских аниме-скинов. Которые Замберус покупал. И мне стыдно. Да, я знаю. Но Infinity Ward хотя бы потерпели до четвертого, там, третьего сезона. А Трегерч такие, а нам чё? Нас ненавидят за СБММ. Нас ненавидят за Недкод. Так давайте, сразу аниме-пак. Люди будут рады. Но мне кажется, сейчас все будут бомбить на то, что аниме-скины и калаши с ядерными ракетами. Хотя калаш с ядерной ракетой мне нравится. Я хочу. Не знаю почему. Там даже есть ключ на старт. В общем, как я понял, они мастер-крафты из Black Ops 4 добавляют. То есть у нас будут совершенно шизофренические скины. То там... Я чую, что при набитии киллстрика в 20 убийств этот калаш будет запускать эту ракету. Просто для тех, кто вдруг не в курсе, мастер-крафты обычно это такие дико анимированные стволы. То есть я помню, некий аналог вот этого Rocket Science был в Black Ops 4. Это базировалось на пистолете-пулемете Cardid, который типа аналог P90, который выглядел как Space Shuttle, и вокруг него летал спутник. И ты такой, чё? Ну ладно, там хотя бы будущее, а здесь холодная война. Я на самом деле подобных скинов ожидал чуть попозже. Реально, как у Infinity Ward. Потому что у Infinity Ward вот эта вся мракобесная хероборина попёрла только с третьего, наверное, сезона. Но, блин, Т-72, Retrowave... Это... Я не знаю, как это комментировать. И аниме-паки. И аниме-паки. Да, и у нас появляется новый оперативник Сич. Это какой-то чувак из организации Персея. Будет в тёмном скине, выглядит как Бэйн. Или Ганнибал Лектор. Ну, в общем, странный новый оперативник. Типа, не знаю. Не вызывает он никакого впечатления. Харизмы нет. Всё плохо. Это нелюбимый чел Гот. И нелюбимый чел, который открывает двери. Добавьте нам Виктора Резнова, а! Добавьте нам, я не знаю, Сару и Дэвида Мэйсона. Но никакого-то непонятного чела. Ну и думаю, на этом всё, дорогие друзья. Вот такие новости. Сливы мы получили за эту ночь. Аниме-зло. Если вам не нравится аниме, ставьте лайк. Если вам нравится аниме, пишите коммент. Увидимся с вами на поле боя. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok